МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это работа с людьми, это приемы по личным вопросам, выступления в трудовых коллективах. Те проблемы, которые волнуют сегодня наших людей, они будут актуальны и для нас, и мы будем заниматься этим, несомненно. Это, конечно, работа с депутатским корпусом районных советов, городских советов, потому что это должно быть полное взаимодействие. Законы должны быть проще и понятнее. Об этом завел избранный сегодня на должность вице-спикера Палаты представителей Валерий Мицкевич. Он также отметил, что правовые нормы должны быть дополнены с учетом современных запросов и международного опыта. А в тех сегментах законодательства, где есть сложности регулирования, нужно разработать четкий алгоритм действий. Плохо, когда сложно, потому что всегда возникают вопросы, и человек тратит очень много времени для того, чтобы получить какие-то права. На самом деле везде есть свои вопросы. И законодательство – это правила, по которым мы все живем. И насколько хороши или плохи эти правила, собственно, так мы с вами и существуем каждый день, каждый час. Вице-спикер подчеркнул также необходимость сотрудничества постоянных комиссий с профильными министерствами и организациями. Это позволит принимать жизнеспособные решения, работающие как на экономику, так и на ключевые направления социальной сферы. Взрыв прогремел в многоэтажном доме в словацком городе Прешов. Между 10 и 13 этажами взорвался газ. По сообщению РИА Новости, один человек погиб, но точное число погибших и пострадавших еще устанавливается. Начался пожар, огнем охвачены несколько этажей, есть угроза обрушения здания. В городе объявлено чрезвычайное положение. Региональный отборочный тур для участия в Славянском базаре прошел в Могилеве. Более полусотни исполнителей, воспитанники школы искусств и вокальных студий представили на суд-жюри по две композиции. Обязательным условием остается исполнение песни белорусских авторов и произведения по выбору участника. На Славянский базар я очень хотела бы попасть, потому что я уже очень много пою и мне нравится песня. Я на суд-жюри представляю свою авторскую песню. У кожного мора своя лыбиня. Надеюсь, что жюри понравится. Эстафету отборочных туров примет 10 декабря Гродно, 12 Минская область и 13 декабря Брест. Французский Лион приглашает на праздник света. 63 грандиозные красочные инсталляции освещают более трех десятков знаковых зданий. Этой зимой фестиваль проходит в 20-й раз, а ежегодно в Лион на праздник огней съезжаются до 2 миллионов туристов. Власти города надеются, что и нынешнее Рождество не станет исключением. Это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.